Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. Это продолжение нашего пути к Лиге Чемпионов за Локомотив. Сегодня у нас уже четвертьфинал. Кто бы мог подумать, когда нам по жеребьевке после группового этапа выпал Ливерпуль, что мы их обыграем во втором, во-первых, матче. Это важно на Энфилде. И благодаря этому мы прошли в четвертьфинал, где нас уже ждет Мадридский Реал. Ну что ж, давайте пробежимся по Мадридскому Реалу в 1-8. Мадридский Реал играл против Наполи. Команда для Мадридского Реала уж точно легкая. Как мы видим, что дома они победили их со счетом 2-1. На выезде получается 4-1 обыграли. Посмотрим также на групповой этап, как прошел Мадридский Реал. Они заняли первую строчку в группе с ПСЖ. Обыграли, во-первых, на выезде ПСЖ. Потом дома минимально обыграли Брюги. На выезде обыграли 4-0 Галатасарай. Потом дома 2-1. Обыграли тоже Галатасарай. В ничью сыграли с ПСЖ у себя дома. Ну и разнесли Брюги со счетом 4-0. То есть все свои мячи они пропускали именно дома. Как мы видим, два пропущенных мяча. И пропущены они от ПСЖ дома и от Галатасарая тоже дома. Но все это 13 забитых мячей. Вот если сравнивать Реал и Ливерпуль, то сейчас мы это с вами и сделаем. 13-2, а у Ливерпуля было 17-2. Ну то есть обе команды с хорошей обороной, но Ливерпуль побольше забивал. Посмотрим, как Реал сыграет. Нам надо сейчас именно забивать в гостях. Чем больше, тем лучше. Наш состав прекрасно знаете. На ваших экранах он еще и Ливий на Сантьяго-Бринобе. Ну что же, начнем. Поехали. Ну что же, разминается Федор Смолов, лучший бомбардир сейчас на данный момент в Лиге Чемпионов. У него 11 забитых мячей за 8 матчей. И Эде Назар, у которого 9 вроде как забитых мячей, сегодня тоже, скорее всего, будет на поле. И вот замечательный стадион Сантьяго-Бринобео в столице Испании, в Мадриде. Играем против лучшей команды в Лиге Чемпионов последних, так сказать, 5 лет. Все-таки они 3 Лиги Чемпионов подряд выиграли. Ну и также за 5 лет они выиграли 4 Лиги Чемпионов. Карим Бензима. Мы будем снова играть от обороны. Поехали. Неплохо рыбусь. Проходит Карвахаля. И Антон Миранчук. Замечательно. На третьей минуте Локомотив выходит вперед. Замечательно. Первая же атака, первым же ударом Антон Миранчук забивает. Мац и Рыбусь отдает хорошую голевую передачу. Ликуют болельщики Локомотива, которые не побоялись приехать на четвертьфинал в Мадрид. Ну вот, замечательно. Вторым касанием. Дальний угол. И здесь кто-то крестнулся. Серхио Рамос не смог вовремя накрыть этот удар. Ну и Тибу Куртуа пропускает. Это уже получается третий мяч. Четвертый, который пропустил Мадридский Реал у себя дома. Они пропустили в 1-8 от Наполи. 2-1 когда сыграли. И также пропустили от Галатасара и от ПСЖ. В центр смещается. Жоу Марио пытается на Федю отдать. Федя! Федя Смолов 2-0. Забивает Федер Смолов. 12-й уже мяч в Лиге Чемпионов. Замечательно все было разыграно. Но Локомотив первая команда, которая за всю Лигу Чемпионов в этом сезоне забила больше одного мяча Реалу на Сантьяго Бернабео. Мы именно с вами до матча поразбирали домашние матчи Реала. Ну и замечательно. Федер Смолов левой еще ногой так перебрасывает Куртуа. И забивает 12-й мяч в Лиге Чемпионов. За один сезон, друзья. Это просто что-то невероятное. С Ливерпулем у нас тоже более-менее что-то происходило. Но потом начали пропускать мы. И Фарфанчик. Фарфан 3-0. 3. Засчитали, засчитали. Отлично. Как сейчас замечательно. Все было до Фарфана еще в стиле Лионеля Месси на Сантьяго Бернабео празднует. Мы громим. Мадридский Реал прям как ЦСКА недавно. Тоже 3-0. Вели в матч против Реала на Сантьяго Бернабео. Ну и вот Локомотив повторил. Правда, на стадии не группового этапа, а на стадии четверть финала. Замечательно. Фарфан отправляет мяч в ворота Реала. Ну и Зидан просто начинает бомбить. Ну и Фарфан тоже неплохо так выступает. Четвертый мяч забивает. Смолов мог, конечно, сейчас забивать. Паненку такую вот снова пустил. Парашютиком, но немного не повезло. А вот здесь вот нарушение. Нарушает Хюведес. Да. Желтую карточку. Первую в матче показывает арбитр. Будет сейчас еще и штрафной удар. Очень опасный от Гаррета Бейла. И забивает все-таки Гаррет Бейл. Даже то, что я Криховика поставил на штангу, это никак не повлияло. Гаррет Бейл забивает. Здесь мы посмотрим этот повтор. Высокого надо было, наверное, чернуюку туда ставить, но он в стенке, наверное, был. Но забивает Бейл. Вот. Не дотянулся просто здесь даже Криховик. Ну это просто сейчас издевательство со стороны Бейла было. Вот. Немного не хватило Криховику. Ну и Бейла забивает. Уменьшает наше преимущество. 3-1 счет. Игнатьев. Не получилось сейчас перебросить. На ближнюю штангу пошел. И Модрич забивает. Это 2-3. Ну что, друзья, камбэк из Рио или все-таки нет? Здесь вот не точно из-за этого передачи Игнатьева пошла передача. Азара на Модрича. И Модрич забивает. Модрич забивает свой четвертый мяч. Жоу Марио. Хорошая передача на Фарфана. Без офсайдна. Марселла уже не догоняет. Жоу Марио. Жоу Марио. 4-2. 4-2. Локомотив забивает еще. Ну и Жоу Марио забивает. Все-таки я думаю, что-нибудь поинтереснее будет. Там камбэк какой-нибудь от Реала. Но пока что не получается. Ну и круто все получилось. Давайте отдохнет. Пусть теперь Жоу Марио выйдет Алексей Миранчук. Ну замечательно. С правой ноги от штанги. Там еще Варанг здесь зацепил все равно мяч. От штанги забивает Жоу Марио. Замечательно. Свой уже тоже четвертый мяч забил. На Федора Смолова. Тот вроде как заходит здесь. Рамос вообще не останавливает. Ну еще же можно забить. Федор Смолов забивает. 5-2. 5-2. Локомотив выигрывает. Реал Мадрид. На выезде что вообще происходит? Смолов забивает дубль. Со второй попытки все-таки у него получается. Хороший отскок сейчас. Стоя на ногу Смолову отлетает. Дело все вот был Рамос. Зачем он так вот пролетел. Еще и левой ногой. Замечательно забивает Федор Смолов свой. 13-й мяч в лиге чемпионов. Джекеш Криховик. Джекеш Криховик штрафной. Он заходит. Пробивает. Криховик еще 6-2, друзья. 6-2. Кто бы мог подумать. Джекеш Криховик. Забивает. Я не помню. Забивал ли он до этого. Ну вот они, болельщики. Локомотивы не зря, которые приехали. Доборол сейчас Джекеш до конца. И все-таки левая нога в ближний угол. Куртаун пробивает. 6 мячей, друзья. 6. Сейчас мы узнаем, забивал или нет. Криховик либо это все-таки его первый мяч. А может и второй. Первый. Первый мяч для Криховика в лиге чемпионов за Локомотив в этом сезоне. Именно Мадридскому Реалу. Фарфан. Фарфан бежит. Пас на Алексея Мироничка. Алексей на брата Антона. 7-2. 7-2. Реал. Все. Для Реала это уже точка в этом сезоне в лиге чемпионов. Чтобы, во-первых, вернуть интригу на Черкизова, надо забивать Реалу 5 мячей. 5 это чтобы сравнять. Если они даже и сравняют и забьют 5 мячей безответных, все равно они не выйдут, так как мы забили в гостях 7. Это наша самая крупная победа. Мы 7 мячей еще никому не забивали. Это факт. Но надо забивать 6 мячей сейчас Реалу Мадриду. Такого мы тоже не допустим, чтобы 6 мячей забил Реал. Так что мы уже точно в полуфинале лиги чемпионов. Друзья, вот так вот за один матч решилась вся судьба Реала. Вот на этом точно все. 7-2. Локомотив побеждает Мадридский Реал на выезде. Но это уже точно факт, друзья. Мы выходим дальше, потому что 6 мячей мы не пропустим на РЖД-арене в Черкизово. Так что поздравляю всех. Лучший игрок. Матри Рыбус еще лучший игрок. У него одна голевая передача всего лишь, но это первая, которая, наверное, издала Тон. Два мяча забил Смов, два мяча забил Антон Миранчук, один забил Криховяк, Фарфан и Жоа Марио. По голевым пассанам давайте посмотрим. Баринов одна, но на скамейке запасных Рыбус одна, две отдал Алексей Миранчук и одну отдал Джефферсон Фарфан. Что вообще сейчас по Реалу? 4 сейва Куртуа, 4 сейва у Гильерме. Лучше, естественно, Гильерме. Вот, они играли в 3 защитника, оказывается. Не знаю почему, под концовку они решили сыграть в 3 защитника. Можем даже мы сейчас посмотреть по моментам, когда была эта замена, раз они заменили Марселу. Ну вот, они заменили Марселу на Милитау и сделали в 3 защитника. Ну и все, то есть из-за того, что они пошли в 3 защитника, они больше мячей не пропустили. Они вот пропустили последний седьмой и заменили Марселу. Так что 9 минут они играли втроем в обороне. Ну все, на этом мы заканчиваем этот выпуск. Замечательный, как мне кажется. Это наша самая крупная победа в истории. Так что все замечательно у нас, друзья. Если кто-то будет писать, что я играл там на новичке, на начинающем, на любителе, то вот, я захожу сразу же в следующий матч, чтобы вы убедились и увидели, что здесь стоит легендарный. То есть ничего здесь изменить, вот просто было бы нельзя. Не в настройках. В настройках постоянно стоит вот легендарный у меня, потому что мне самому было бы неинтересно это и выпускать. Вот Смолов 13 забитых мячей, на 4 опережает Азаром, и на 5 Ливандовского. Ну и давайте посмотрим по, даже не здесь, а вот по таблице, и что сейчас у нас там происходит. В первом же матче Бавария вынесла Валенсию 3-1. Ну и тут Барселона также проходит Ювентус в четвертьфинале. И ПСЖ проигрывает Тоттенхэму со счетом 3-2. Так что вот Барселона и Тоттенхэм, следующие наши возможные соперники в четвертьфинале, также, наверное, все-таки Бавария добьется своего. И мы уже точно в полуфинале. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok